Здравствуйте! В эфире информационный выпуск программы «События». В студии работает Любовь Малышева. В целях выработки у работников практических навыков реагирования в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в Самаргонском районном исполнительном комитете было проведено инструктивное занятие по соблюдению требований пожарной безопасности на рабочем месте и действиям в случае пожара. Чрезвычайная ситуация – это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. Чтобы оперативно ее устранить, работники предприятия или организации, где случилось происшествие, спасатели и представители других аварийных служб должны действовать слаженно. Практика показывает, что учение – наиболее эффективный способ отработать алгоритм этих действий в обстановке, максимально приближенной к реальности. На этот раз, согласно легенде, пожар произошел в Самаргонском районном исполнительном комитете. Денис Минко, начальник Самаргонского районного отдела МЧС в актовом зале райисполкома провел профилактическую беседу и напомнил алгоритм действий на случай возникновения пожара, провел инструктаж о правилах пользования самоспасателями, а также объяснил и показал, как правильно пользоваться огнетушителями. Сегодня произошло обучение сотрудников районного исполнительного комитета по правилам эвакуации из здания на случай возникновения пожара. Изначально были доведены основные требования правила поведения и действий как самих работников, так и посетителей, если они находятся, и в том числе задействованы добровольные пожарные дружины, созданные на объекте. Далее мы отработали уже сам план эвакуации с задействованием имеющейся на объекте системы оповещения. И третьим этапом, будем так говорить, уже прошло практическое занятие по использованию первичных средств пожаротушения, а именно огнетушителей. Такие мероприятия проводятся во всех учреждениях. Как правило, мы больше уделяем внимание объектам здравоохранения и учреждениям образования, но в том числе сегодня продемонстрировали это в здании Сморганского района исполнительного комитета. Эти мероприятия нужны, они проводятся ежегодно. В некоторых заведениях, если оно требует два раза в год, это позволяет людей научить правильным действиям, куда звонить, как себя вести при пожаре и практическим действием. Буквально пару месяцев назад на этом же объекте проводили аналогичную отработку план эвакуации. Воспринималось это все у людей шуткой, но сегодня после проведения занятий, доведения основных целей и задач, сегодня оценка положительная. В том числе было видно, что многие люди, работники и заявили желание сами попробовать себя в роли пожарного. Затем была проведена учебная тревога с дальнейшей отработкой плана эвакуации посредством сработки системы оповещения «Молния». Все сотрудники, посетители и добровольная пожарная дружина, созданная на объекте, покинули здание Сморганского районного исполнительного комитета и вышли на улицу, согласно плану эвакуации. «Молния» На первый взгляд серая зарплата кажется гораздо больше белой, но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках. На минувшей неделе государственное учреждение образования средняя школа номер один города Сморгони отпраздновала свое 70-летие. История школы – это история многих поколений учителей и их воспитанников. История, в которой есть место достижениям, открытиям и успехам. 70 лет – это значимая дата, символизирующая стабильность и благополучие работы учреждения образования. Это 70 встреч с первоклассниками и столько же расставаний с выпускниками. В зале районного центра культуры праздновали не юбилей, а большой день рождения. Гостями, на котором стали учителя, ветераны, бывшие выпускники и все те, благодаря кому в этих стенах когда-то кипело и продолжает кипеть жизнь сегодня. Воспитывается молодое поколение. Присутствующих пришли поздравить председатель Сморгонского районного исполнительного комитета Геннадий Хоружик и его заместитель Игорь Счастный, а также начальник управления образования райисполкома Светлана Счастная. За 70 лет сменились руководители и учителя. Выросло не одно поколение детей. Но коллектив не только сохранил, но и приумножил тот потенциал, который был заложен при открытии школы. В этот праздничный день для школы желаю, чтобы вы и дальше оставались дружной школьной семьей, чтобы традиции, заложенные в стенах этой школы, сохранялись и приумножались будущими поколениями педагогов и учеников. Пусть у вас всегда будут поводы гордиться школой своими успехами, своими выпускниками. Пусть юбилейный год положит начало в череде ярких лет, наполненных блестящими и успешно реализованными идеями. Пусть имеющийся по концу АПП промножается и реализуется. А все самое лучшее будет впереди. С праздником и с юбилеем! Нашей школе, самой лучшей школе, нашей самой милой школе, ровно 70, то есть много как для человека. А для школы наступает время юности опять. Посмотрите, школа наша стала лучше, выше, краше. И моложе, и светлее свой прекрасный юбилей. И гостей ее не с честь, им хвала, а школе честь. Шарики воздушные, небо улетят. Шарики воздушные, не вернусь на нас. Разве желтый голубой, разве не цвета. Посмотри на земной, какая красота. Посмотри на земной, какая красота. В этот день в адрес учреждения звучало много теплых слов и поздравлений от предприятий, учреждений и организаций города. Добросовестный труд коллектива школы был отмечен грамотами от Сморгонской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Его председатель Татьяна Гвоздович в прошлом учитель, работала заместителем директора США номер один. С особым трепетом встречал зал Станислава Минкевича, который руководил школой на протяжении 32 лет, и Аллу Коваль, которая была директором первой школы более 10 лет. Прекрасным дополнением праздника стали концертные номера, подготовленные воспитанниками школы. Приятным сюрпризом для присутствующих стало выступление Оксаны Анатольевны, директора школы. Песня в ее исполнении вместе с юными артистами школы стала лирическим завершением праздника. Средняя школа номер один города Сморгони открыта 16 ноября 1952 года. Сегодня в учреждении образования обучается 670 учащихся. В школе работает 95 сотрудников. Из них 59 педагогов имеют высшее образование. Коллектив средней школы номер один объединен общей идеей воспитания и развития талантливой личности, которая имеет отличные и прочные знания, способна самоопределиться и реализовать свои творческие способности. История школы – история как города, так и страны. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к домашним питомцам? Я отношусь к домашним питомцам очень хорошо. У меня кот и собака Шарпей. Уже 12 лет собачке. Но у нас частный дом, поэтому очень удобно. Кот на выгуле приходит после ночи. Собачка тоже гуляет на улице. У меня есть кошка Люся, она живет дома. А у меня есть еще две собаки, Белка и Арчик, и они живут во дворе. Я не представляю свою жизнь без них. Еще я хотела бы завести шиншиллу. Как по мне, это отличное животное. У меня живет дома кошка Боня и две собаки Арчик и Вася на улице. У меня дома живет кот, его зовут Дыми. Ему год и пять месяцев. Очень любим его. Когда папа работает на улице, он берет его с собой в гараж. Я живу в квартире, но на улице в частном секторе у меня есть. Кошка у нас она, Катя зовут. Но квартиры содержать не хочу. А кого не стоит держать в квартире, на ваш взгляд? Я понимаю, как люди содержат змей каких-то, этих, питонов, которые где-то что-то ползают, выползают. Я вот этих бы не содержала. Ну еще котика, собачку маленького бы еще вот такого. У нас есть собачка, пузик. Мы его взяли бездомным, обычная дворняшка. Вот. И котик. Мурзик назвали его, но он такой, он маленький еще и годовалый. И тоже у него немножко глазка повреждена, поэтому нам жалко его стало. И мы тоже его как бы подобрали, он у нас найденыш. Домашний питомец это проявление любви, заботы о ближнем, о самом маленьком своим. Даже дети не столько, сколько вот маленькие эти зверушечки, которые бегают. И за ними ухаживать надо. Они же хорошие, ласковые. Бежать нельзя, они сдачи не дадут. Поэтому как бы и я смотрю, дети тоже у них более, они более, как это, чувство проявления любви. Даже вот к самому ближнему, маленькому такому. Поэтому это благотворно, конечно, влияет, но только на даче. У нас папа сказал, только на даче, чтобы были. Вот собаку я бы не жаловала. Еще котенка можно было бы, но собаку нет. Потому что она мешает соседям. Воет она, и скулит она, и жалко ее хочется даже прийти, кажется, взять и выгулить ее. Или она скучает, если ее оставляют одну. Мне, допустим, жалко. Я не могу. Вот я считаю, что собак, конечно, держать в квартирах, это не очень хорошо. И еще я за то, чтобы были места для выгула собак, потому что очень много на детских площадках. Очень много. И дети играют с ними, и на детских площадках, и в песочницах. Я, конечно, против этого. То есть есть площадки, где должны выгуливать, потому что детки маленькие, и бывают неприятные ситуации. Домашние животные – это лучшие друзья для ребенка. Или лишняя нагрузка для всей семьи. Аргументы легко привести в пользу каждого мнения, но истина, разумеется, где-то посередине. Современные семьи чаще всего заводят животных, чтобы получать удовольствие от общения с ними. Порой в качестве модного или статусного элемента. Для защиты или использования в работе. Часто осознанно или нет, животным заменяют недостающего члена семьи. Но, к сожалению, бывают и такие случаи, когда четвероногий друг надоедает и становится ненужным. Мы – общественное объединение по помощи бездомным животным. Существуем чуть больше полутора лет. Это официальная регистрация. Собрались мы, конечно, немножко раньше. Символом того, что мы собрали, стала собачка Лаки. Все началось именно с него. Однажды в слухах Сморгунь появился пост, что около заправки лежит собака с битой машиной. Мужчина перенес ее на обочину, но поскольку забрать и времени у него не было, он сообщил. Наши люди подъехали туда, увидели старенького пса с старым ошейником, обрывком цепи, полностью слепого, который не мог встать, лежал под дождем. Три дня его мужчина ездил до этого, кормил, накрыл, как мог, целлофаном. Естественно, наши знакомые, хорошие знакомые, которые живут в Германии на этот момент, они просто гостили у своих родителей, отвезли его в клинику. Где ему указали помощь? Песик старенький, больше 10 лет, полностью слепой. Отозвалась неравнодушная женщина, которая готова была его приютить. Впервые наши разрозненные волонтеры стали как-то объединяться вокруг него. Потом была собачка Молли. Все помнят около ЦРБ собачку с тремя щенками. Мы отловили, пристроили. Один так и остался, одна собачка Альба, осталась жить у нашего волонтера. Вот эти две собачки дали толчок тому, что мы объединились. Все-таки проблемы решать, когда ты с кем-то вместе, лучше. Все обычные люди у нас, свои работы, свои семьи. У нас нет официального финансирования. У нас нет приюта. Мы забираем либо к себе домой, либо умоляем знакомых, родственников, друзей. Мы их обеспечиваем. За счет своих зарплат и пожертвованием неравнодушных людей. У нас есть официальный счет в банке. Счет можно найти через ЕРИП. И многие отзываются, особенно, когда какие-то тяжелые случаи, и помогают. Любой из людей может помочь. Нам очень нужны передержки, ведь это временно дать, временный приют животному. Можно помогать рекламировать наших животных, которые уже есть, которые у нас на передержках, в соцсетях, на сайтах. То есть это может быть любой. И для этого не надо быть официально волонтером. Ведь волонтер – это просто тот, кто не прошел мимо. Кроме того, воспитанием детей. Объясняю, что все живое чувствует боль. Мы все чувствуем боль, нам больно, страшно. Именно показывать, что они тоже достойны жизни. Я бы хотела, чтобы каждый из нас, каждый человек, живущий в нашем городе, да и во всем, наверное, на всей планете, относился к братьям нашим меньше бережно, с любовью. Помните, что они живые. Они все чувствуют. Редактор субтитров А.Семкин Моя волонтерская деятельность началась достаточно сложно. Потому что, в принципе, я собачница. И так случилось, что была у мамы в гостях, пошла помочь ей вынести мусор. И в мусорном пакете оказались новорожденные котята. Только-только. Моя знакомая посоветовала ветеринара, обратилась, и я вырастила этих котят. И по сей день одна кошка живет у меня, другая кошка живет у мамы. Уже прошло 9,5 лет. И вот так постепенно я подбирала котят, взрослых кошек, стерилизовала, вакцинировала и искала дома. И со временем меня познакомили с участниками группы с Марговикой добрее. Щенок 4 месяцев, зовут Олика. Девочка ищет свою семью. Это собака Ник. Ей года 3. Хороший, ласковый, добрый пес. Правда, требует немножко усилий, потому что он очень хочет двигаться, бегать. Поэтому выгул должен быть. Ну, человек не слабый, потому что он немножко тянет на поводке из-за того, что не так часто ему выпадает побегать свободно. В одном королевстве жили мы... Мы все разные. Но мы равны. Жили они долго и счастливы. Поможем жить активно. Создадим мир равных возможностей. Вместо заявленного шоколада польский перевозчик перемещал вино стоимостью порядка 280 тысяч рублей. Нарушение выявили брестские таможенники. Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу ЕС партии Вина на сумму порядка 280 тысяч рублей. Нарушение выявили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Грузовой автомобиль «ДАФ» под управлением польского перевозчика следовал из Польши через пункт пропуска Козловичи. По документам в грузовике перемещали шоколад. Однако при проведении таможенного досмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса установлено, что вместо заявленного шоколада в транспортном средстве находится порядка 13,5 тысяч бутылок вина. Недекларирование такого количества товара могло послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных платежей в размере более 18 тысяч рублей. Брестской таможни по данному факту начат административный процесс в соответствии с частью 1 статьи 15.5 КОАП Республики Беларусь. Недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах. И частью 2 статьи 13.18 КОАП Республики Беларусь. Перемещение алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь. Санкциями статей предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения и наложение штрафа в размере до 500 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. Удар поезда не будет мягким. Вблизи железнодорожных путей и на платформе опасно пользоваться наушниками, разговаривать по мобильному телефону, а также находиться в состоянии алкогольного или наркотического объединения. Белорусская железная дорога напоминает. Будьте внимательны! На дворе еще календарная осень. Высота снежного покрова в Сморгонском районе колеблется от 10 до 13 сантиметров. Пейзаж преобразился и напоминает рождественскую сказку. Виновниками снегопадов стали фронтальные разделы с юга и юго-востока. Но нас они лишь задели, так как по востоку республики выпало столько снега, сколько никогда не наблюдалось за всю историю метеонаблюдений. Местами снежный покров достиг 38 сантиметров. Такие устойчивые зимние процессы обеспечивает аномальная атмосферная циркуляция, так как над континентом раньше времени образовался огромный евроазиатский антициклон, который заблокировал западный перенос воздушных масс и обычную атмосферную циркуляцию в нашем регионе. В ближайшее время влияние данного антициклона начнет расти. С ростом атмосферного давления холодные восточные ветра принесут нам понижение температуры и прекращение осадков. В среду, 30 ноября, в ночные часы пройдет небольшой снег, днем без осадков. Ночью и днем минус 2, минус 4. Ветер восточный слабый до умеренного, местами на дорогах гололедица. В четверг, 1 декабря, зима начнется с еще более холодной погоды. Ночью минус 10, минус 12, днем минус 6, минус 8. Облачно, с прояснениями, без осадков, ветер восточный слабый. В пятницу, 2 декабря, существенных осадков не ожидается. Ночью минус 8, минус 10, днем минус 5, минус 7. Будет облачно, ветер восточный слабый. Это были все темы на сегодня. Мы прощаемся с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова